Только общение с людьми, общение с общественными организациями даёт повод нам, чиновникам, правильно работать. Курсом к губернаторам очередной форум обсуждений ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва к жителям Подмосковья прошёл в Щёлкове. На этот раз его участниками выступили представители общественных объединений. Они выбрали эту площадку для раскрытия острых вопросов, честного разговора с представителями исполнительной власти, в выработке решения системных проблем. Для того, чтобы наши жители нормально могли жить, нужно, соответственно, дать рабочие места, чтобы была нормальная, достойная зарплата. Соответственно, в целом, если взять пять лет, в Подмосковье было создано свыше 300 тысяч рабочих мест. Более 9 тысяч, почти 10 тысяч рабочих мест появились в Щёлковском районе. Благодаря открытию новых необходимых предприятий. На встрече с лидерами общественных организаций Щёлковского района обсуждение обращения губернатора Московской области к жителям Подмосковья прошло в неформальной обстановке. Лидеры задавали совершенно разные вопросы от строительства образовательных учреждений до возведения дорог в микрорайоне Щёлково-7. Этот вопрос, в частности, будет вынесен на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. Генеральная линия, я считаю, правильная. Курс держится, выдерживается. Это мы видим. А транспортное сообщение, я считаю, еще недостаточное. Поэтому хотелось бы, конечно, увидеть поскорее программу скоростного трамвая или легкой линии метро, чтобы у нас было, чтобы Щёлковское шоссе развивалось не хуже, так же, как Ярославское шоссе. Губернатор обращает большое внимание развитию и благоустройство военных городков. Хотелось бы, чтобы в нашем микрорайоне был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором мы очень нуждаемся. Хочется заниматься спортом, физкультурой и так далее. Решение данных вопросов было бы большим плюсом в жизни нашего населения, в жизни нашего городка Щёлково-4. Хотелось бы сказать о молодых педагогах, которые приходят к нам только. Все-таки их нужно было бы просимулировать. Профсоюзы для этого много работают, в частности, мы. И мы также вкладываем немножко и помогаем им, нашим педагогам молодым. И, конечно, надеемся, и мы очень рады, что все-таки программа такая будет. Генеральные тезисы развития Московской области обсудили и в Гребневе. И здесь красной нитью прозвучала цитата Андрея Воробьёва. Важно, чтобы реальные перемены происходили в каждом населенном пункте, чтобы их почувствовал каждый людей. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлково.